Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я нахожусь в Сытинском переулке. Вот здесь, дом номер 5, находится деревянный дом Сытина. И вон там еще, вон желтенький, это флидель при доме. Там еще внутри еще есть флидель, сейчас я вам все покажу. Это все постройки, пережившие пожар войны 1812 года. Постройки 1804 год. Давайте погуляем, давайте походим, давайте посмотрим. Я приглашаю вас на маленькую прогулку. Пойдемте! Здание было построено в 1804 году. Это усадьба бригадира Измайловского полта Андрея Петровича Сытина. В нынешнем Сытинском переулке. И этот деревянный сруб был водружен на каменное основание, облицованное белым камнем и терпичом. Одноэтажные палаты, относящиеся к 1752 году, принадлежали Ивану Мусину Пушкину. Однако в сводах с распаблопками в одном из двух помещений цокольного этажа исследователи обнаружили кирпичи с клеймами N и датировали их 1690-1710 годами. Фасад такого красивого, глубокого бордового оттенка следующий хозяин украсил четырехколонным каринским портиком и полуциркульным окном. Основные бревна диаметром 27 см обшиты тесом. На стене уже после 1812 года появились ампирные наличники, лунеты и лепные медальоны. Соответственно, Московского пожара этот дом счастливо избежал, как я уже сказала, при том, что известно, как изрядно выгорел соседний Тверской бульвар. В усадебный комплекс входили два флиделя. Левый был сильно изменен перестройками, а правый утрачен. И на его месте теперь четырехэтажный жилой дом 1903 года постройки архитектора Соколова. Сытинские переулки Тупик получили название по фамилии богатых владельцев как раз этого особняка. Не надо при этом путать с издателем, предпринимателем, хозяином типографии Иваном Сытиным. Кстати, Сытинский переулок, уже существовавший на планах Москвы 1773 года, ранее назывался Венюховым переулком. Капрал Измайловского полка Петр Неритич Сытин с женой Просковьей Степановной вошел во владение участком в 1774 году. После смерти мужа вдова поделила землю на три самостоятельных части по числу наследников. Елизавета Сытина, дочь Капрала, получила часть, выходившую на Большую Бронную. Угловые участки достались сыновьям – майору Александру Сытину и бригадиру Андрею Сытину. И каждый построил себе по усадьбу. В доме бригадиры сохранились планировка и частично даже интерьеры – парадная анфилада, антресоли задних комнат, печи, облицованные белоснежными израстовыми зеркалами, лепные кариатиды на лестнице. В 1828 году усадьба переходит в руки майорши Травиной, а еще через 4 года – коллегистому асессору Николаю Марковичу Хозикову. Его отец Марк Хозиков приехал в Россию из Швеции по предложению президента Российской академии наук Бецкого. Поступил на военную службу, счастливо женился на Настасии Демидовой, младшей дочери богатого промышленника Прокофия Демидова. В конце XIX века в дом провели водопровод и канализацию. После революции внутреннее пространство порезали на коммуналке. К счастью, дом Андрея Сызина не сломали. В 1970-е годы мастерская номер 3 Моспроекта, возглавляемая Липсоном, провела в нем первую реставрацию. Тогда восстановили историческую планировку, починили паркетные полы, дверные проемы и печи. В подвальном помещении переложили каменные полы. Также в особняк заехало объединение Росрыбпромсбыт, Министерство рыбного хозяйства. Потом здесь какое-то время находился русский земельный банк. От арендаторов нынешним реставраторам достался прогнивший пол деревянных покрытий. И особняк был отреставрирован в 2015 году по программе 1 рубль за квадратный метр. Провела реставрацию компания ГАЛС за 4 года. И в 2019 году восстановительные работы были завершены. Работы были начаны в 2015 году. Кстати, процессом руководил Алексей Динсбург, внук Моисея Динсбурга, автора второго дома совнаркома на Новинском бульваре, более известного как дом Наркомфина и правнук Георгия Борисовича Бархина, построившего здание известий. А во дворе вы можете видеть еще одно строение. Это тоже один из флиделей. Вот на месте одного из флиделей выстроен тот вот желтенький дом, как я уже сказала. С левой стороны флиделей уцелел. А вот здесь, сейчас вы увидите, я сейчас покажу, на табличке тоже написано. Это тоже памятник архитектуры. Вот усадьба Сытина. Это служебный такой вот, служебный корпус. Тоже пережил пожар 1812 года. Но я так понимаю, что служебный корпус, это, наверное, какие-то слуги здесь жили, наверное, охрана там, что-то такое, да? Вот. Ну, это вот если идти с другой стороны. Я здесь просто хорошо знаю все эти дворы и подворотни, и вот это все. Поэтому я со всех сторон здесь походила, побродила, погуляла. Вот. И вот со всех сторон вам показываю. Вот в том числе со стороны двора дом Сытина тоже можете посмотреть. Это, кстати, на самом деле очень редкий образец усылевшей деревянной постройки, пусть даже на каменном цоколе, до пожарной Москвы. Потому что очень много деревянных домов во время пожара 1812 года в Москве выгорело. Кто-то в последнее время все видео у меня какие-то сняты при дождливой погоде. Но, к сожалению, в последнее время на самом деле дождь либо идет целый день, либо какой-то кусок дня. И подстроиться под то, чтобы дождя не было, честно говоря, очень сложно. Это надо просто целый день сидеть и ждать, пока на час-два выйдет солнышко. И то этого может не случиться. Вот сейчас с правой стороны, вот желтенька, это тоже один из флиделей, уцелевший флидель. Сейчас я вам тоже покажу. Здесь есть табличка. Этот особняк находится совсем рядом от метро Пушкинская, Тверская. Прямо буквально за Макдональдсом. Сытинский переулок. Как вы уже успели увидеть адрес. Ну и вот здесь все написано, все описано. Вот. И сейчас я вам покажу еще флидель. Вот. Очень красивые ворота здесь, кстати. Я вот не знаю, ворота тоже восстановленные или что-то новое. Но на самом деле очень такие ажурные, тонкая такая работа. Красивые очень ворота. И вот флидель. Я не знаю, что сейчас здесь находится. Не могу сказать. Тоже службы флидель. Ну, вот так вот. Как-то так вот. Сытинский переулок 5 дробь 10. Кого заинтересовало это здание? Ну, на сегодня это все. Всем большое спасибо за внимание, за просмотр этого видео. Я жду вас на своем канале. Предлашаю подписаться тех, кто еще не подписан. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А я в свою очередь желаю вам всего самого-самого доброго. И, конечно же, здоровья. До свидания. Всем пока.